Тюменский формат, особенно в стоящую сейчас столице региона Жару, это выбраться куда-то за город, спрятаться от зноя на природе, само собой вблизи водоема. А если при этом также можно провести время спортивно, используя для здоровья, еще круче. Близ деревни Криводаново на традиционные старты тюменский формат собрались мастера спортивного ориентирования. Эта дисциплина, наконец, выходит из онлайн-режима, в котором пребывала последние месяцы. Специфика вида спорта позволяет придерживаться всех строгих правил и рекомендаций в связи с пандемией. Старт растянут на несколько часов, между отправлением участников на дистанции делаются большие паузы. Все для того, чтобы никакого пересечения гарантированно не случилось. Желающие все могут поехать в любое время. Мы говорим, когда ты резок, например, с 4 до 8 сегодня, в любое время приходишь, выбираешь нужную твою дистанцию, пробегаешь. То есть он на старте никого не задевает, не касается. Система даже бесконтактной отметки у нас сейчас существует. То есть могут взять чипы бесконтактные в аренду и пробежаться, не касаясь контрольных пунктов. На финише прибежать, то есть нажать, то есть тебе автомат распечатывает твой результат. Взял, пошел и в интернете потом останется результат со своими участниками. Состязания шли три дня. Заявки подали около 200 ориентировщиков. И не только из разных городов и районов нашего региона. Приехали участники из Свердловской, Челябинской, Омской областей. Забегов сейчас настолько мало, что каждый вызывает повышенный ажиотаж. Да, мы уже действительно заскучали. Вообще ориентировщики как лето начинаются. У нас буквально каждый выходной обычно формат старта. И мы каждые выходные бегаем. А тут вот из-за всей этой ситуации, конечно, да, у нас сезон задержался, так сказать. Хоть мы и не сильно профессионалы, но все равно любим побегать. Поэтому, конечно, ждали с нетерпением прям этих стартов. Наконец-то в Тюмени дождались. Можно сказать, что четвертый месяц без всего. Только вот маленько дома. Где-то там, где нет никого. То есть, соблюдая весь режим, все условия. То есть, вот здесь получился момент провести такую тренировочку. Это даже очень хорошо. Безопасность превыше всего. И пока ей уделяется внимание не в пример больше, чем местам и результатам. Но для ориентировщиков очень важно, что они снова из онлайн-режима вернулись на реальные старты в лес. Простой в любом виде спорта ничего хорошего принести не может. Даже какие-то азбучные истины после паузы приходится зубрить заново. Очень тяжело восстанавливаться, потому что мышцы забиваются. Непонятно, как ты вспоминаешь, как и бороться. И вспоминать, то есть, всякие, опять же, знаки садиться учить. Место проведения тюменского формата давно облюбовано местными ориентировщиками. Интересный рельеф, водоем, песчаный карьер. Стартовать здесь любят как любители, так и профессионалы. От мала до велика. И сложно, и интересно одновременно. Сегодня тяжело еще из-за погоды. Очень жарко, но хорошо, что у нас организаторы об этом позаботились. Устроили нам легкий душ, так сказать. Поэтому, в принципе, по ориентированию тоже все равно надо было держать себя постоянно в карте. Потому что масштаб очень крупный. Можно было очень быстро куда-нибудь не туда убежать. В рамках тюменского формата состоялись две кросс-классики. А в первый день участники бежали спринт. Дистанция короткая, да и трасса большинству ориентировщиков знакома. Но то ли волнение, то ли пресловутая коронавирусная пауза все же сказывались. Уже на протяжении многих лет участвую в этих соревнованиях. То есть неоднократно можно сказать, что эту дистанцию бегал. Местность знакомая, но как минимум, скажу так, простыми словами, два залета. Таких серьезных, можно сказать, что. И самое главное, что необоснованно действительно из того, что отсутствует эта соревновательная скорость. Внимание, то есть здесь же бежишь не просто ногами, а еще и думаешь. Поэтому то голова не успевает за ногами, то ноги за головой. Про любые старты сейчас можно говорить, что побеждает даже не дружба, а сам спорт. Тем простым фактом, что постепенно возвращается в жизнь тех, кто без него этой самой жизни не мыслит. Областная федерация ориентирования, к слову, не спешит ставить крест на летнем сезоне. Но понятно, что он получится довольно усеченным. Масштабные региональные соревнования сейчас планируются примерно на сентябрь.